Добрый день дорогие подписчики, с вами канал CryptoxBlog и сегодня у меня обзор децентрализованного протокола на основе DeFi под названием Radix. Сфера DeFi проектов как никогда активно развивается в наши дни. Регулярно появляются новые проекты, которые предлагают услуги децентрализованных финансов, даже несмотря на большие технические проблемы, связанные с этой индустрией, такой как низкая масштабируемость, низкая пропускная способность и частые взломы, вызванные уязвимостью блокчейнов и смарт-контрактов. Однако скоро все эти проблемы DeFi индустрии могут уйти в прошлое, потому что сейчас разрабатывается платформа, которая представит проектом децентрализованных финансовых решений надежный защищенный блокчейн с необходимым функционалом и пропускной способностью. Проект называется Radix. ДЛТ-решение, которое разрабатывает команда Radix, будет иметь пропускную способность более миллиона транзакций в секунду и, разумеется, будет иметь поддержку смарт-контрактов и кастомных токенов. Это позволит DeFi отрасли стать более серьезной и надежной, а пользователям этих самых проектов забыть обо всех описанных мной выше проблемах, особенно о проблемах с безопасностью, вопросом которой создатели Radix удаляют повышенное внимание. За устойчивость и надежность системы Radix будет отвечать собственная разработка проекта, протокол Cerberus. Данный протокол поддерживает систему шардинга данных и имеет крайне высокий уровень византийской отказоустойчивости. Помимо этого, создатели Radix, которые разрабатывают свой проект специально под использование в отрасли DeFi, заранее побеспокоились обо всех возможных уязвимостях, таких как атака Сивилы или проблема State Machine Replication. Обслуживаться блокчейн от Radix будет алгоритмом консенсуса Proof-of-Stake, который и так является довольно доступным в плане низкого порога вхождения. Однако создатели Radix не хотят останавливаться на классическом варианте пост-модели. Команда планирует выстроить экономику так, чтобы минимальная сумма для стейкинга в блокчейне Radix была максимально небольшой, для того, чтобы каждый желающий мог присоединиться к процессу подтверждения транзакции в сети Radix, тем самым обеспечивая ее надежность и безотказную работу. Ведь чем больше в сети валидаторов, тем сложнее ее взломать. Скорость же работы при этом не пострадает, поскольку в сети Radix будет реализована и концепция шардинга, и система частичной синхронизации, которая будет нивелировать снижение скорости работы от присутствия в сети большого количества валидаторов. Тем самым блокчейн Radix должен будет достигнуть идеального баланса между безопасностью и скоростью работы, что и необходимо сегодня в DeFi отрасли. Проекты, в которые вынуждены мириться сегодня либо с безопасным, но крайне медленным эфиром, либо с быстрыми, но слабо децентрализованными блокчейнами Tron или EOS. Внутренняя же криптовалюта проекта Radix будет называться XDR. Первоначально создатели планируют выпустить 12 миллиардов монет XDR, которые изначально будут заблокированы, а их разморозка будет происходить постепенно в течение многих лет. И поскольку сейчас блокчейн Radix находится на стадии разработки, то осенью этого года команда Radix планирует предоставить сообществу собственные ERC-20 токен, которые можно будет использовать в DeFi проектах до тех пор, пока основной блокчейн и криптовалюта находятся в разработке. Но помимо безопасности и скорости, создатели Radix не забыли и о других аспектах, которые важны для рынка DeFi, а именно ликвидности и простоте. Поэтому блокчейн Radix изначально разрабатывается максимально стандартизированным, чтобы обеспечить низкий порог входа как для создателей DApps, так и для их пользователей. Ликвидность же будет повышаться внутренними инструментами блокчейна Radix, такими как API, которая позволит разработчикам обращаться напрямую через код к различным поставщикам ликвидности, не используя для этого сторонние централизованные решения. В заключение хочу сказать, что считаю такой подход правильным, ведь DeFi проекты работают на блокчейнах, которые были не предназначены для их объемов и нужд, и Radix, на мой взгляд, вполне сможет решить все текущие проблемы и вывести рынок децентрализованных финансов на новый уровень. А с вами был канал CryptoExblog, спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии, лайки. До новых встреч!